Друзья, привет! Присядьте, если стоите. У нас новый прорыв. В России возникла острая необходимость импортозамещения россиян. Демограф высшей школы экономики допустил необходимость привлечения мигрантов из Африки для стабилизации населения России. Такая мера, как сообщается, может быть реализована из-за нежелания граждан постсоветского пространства переезжать в Россию. И об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил старший преподаватель Института демографии Валерий Юмагузин. Ну что, вот это приехали так приехали. Сейчас вы на своих экранах можете видеть концерт будущих россиян, а именно к этому все идет. Ведь граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и так далее в связи с последними событиями не хотят в Россию особо ехать. Тем более, что по уровню развития они уже по многим показателям Россию обошли. И что-то подсказывает, что с каждым годом разрыв будет становиться все больше. Поэтому самих россиян решили импортозамещать африканцами и китайцами. Кстати говоря, про Китай. В стране начали активно готовиться к большому заселению России гражданами Китая. И уже в ресторанах стали делать меню на китайском. Я пришла заказать вкусное точка, что-нибудь. Здесь меню по-китайски и не написано, что входит в состав каждого бургера. Как же выбрать бургер? Вот так меня накормили вот в этом чудесном заведении в центре города Бердска, где я живу, в центре города Бердска. Бигфест, который вы не знаете, что в него входит, потому что там все написано по-китайски. Хорошо, давайте мое обращение. Я пришла в это заведение просто покушать. Вот здесь я ничего не вижу, потому что это все мигает реально, ничего не понятно. Я взяла меню, я увидела дабл биг хит, какой-то на японском языке и что-то там ниже очень мелко-мелко подписано. Я хочу выбрать бургер и даже не понимаю, что мне выбрать, потому что я состава не вижу. Я спросила их, а как мне вообще это все выбрать, а что это такое? Я не блогер, нет. Я просто их попросила, говорю, объяснил ты мне, как мне выбрать все меню. Картошку, фри, да, ну я понимаю, что это такое, а как мне выбрать бургер? Почему здесь на китайском написано, на каком-то непонятном, и даже состава нет. И вот они вызвали вас, потому что вроде бы как я им претензии какие-то привожу. Российский ресторан «Вкусные точка». В меню крупным языком написано по-китайски и где-то снизу мелким-мелким шрифтом по-русски. В Бердске уже готовы к импортозамещению. Вот и готовятся встречать новых граждан России. Теперь переместимся в Ставропольский край. Невинномыск. Это видео записал мэр Невинномыска. Он вышел на улицы города и призвал граждан лепить на машины наклейки Z. И он, мягко сказать, опешил, когда оказалось, что стопроцентная поддержка почему-то не является стопроцентной. Добрый вечер. Хорошая погода. Уже люди без курта ходят. Взял наклейки на машину, целую пачку гердинских ленточек. И спрашиваю, что на машинах так мало гердинских лент, друзей, товарищей, знакомых. А все боятся. Федя, товарищ Симоненко, а ты тоже боишься, когда у тебя разобьют лобовое стекло, поцарапают? Федя, ты на своей машине. Вот, ребят, очень стыдно на самом деле. Пацанов надо поддерживать. 9 мая символикой поддерживать. И всех призываю сегодня, полиграфистов, печатать вот эти вот наклейки и вешать. Не боясь, что поцарапают вашу машину. Эту гердинскую ленту носить, поддерживать наших ребят, наших дедов вспоминать. Это очень важно. А ссыкунам всем привет, которые боятся на царапине на своем автомобиле. Мэр немножко опешил, потому что одно дело, когда про беспрецедентную поддержку рассказывают по телевизору, а другое дело, это то, что происходит на самом деле. А это, друзья мои, Лисичанск. В Лисичанск пришел русский мир, и там торжественно открыли бочку с технической водой. Пригласили попа, на эту самую бочку навешали шариков. Даже не питьевая вода, друзья мои, техническая вода. Если кто-то из жителей Лисичанска хотел, как в России, то получил, как в России. И также в том же самом Лисичанске очень торжественно открыли памятник Ленину. Ну а это уже Казань. В Казани все так же идет по заранее намеченному плану. И казанских блогеров позвали на экскурсию в бомбубежище города. Если будет ядерный удар, то включается вот эта вот курица. Курица заходит, проходит через лук здесь, 12 штук, и выходит уже в чистый воздух, в бомбежище, спокойно дышать. Давай же подписывайтесь, снимайте. Ладно, ладно. Давай, я тебя в тюрьме снимаю. Сейчас попробуйте. Попробуйте. Свет, давай! Казанские блогеры со звонким смехом примеряют на себя противогазы и гуляют по подземным убежищам. Казанским блогерам весело, казанским блогерам все нравится. Им же тоже из телевизора рассказывают, как все по плану идет. Это же Челябинск. В Челябинске произошла самая настоящая магия. Жители Челябинска пожаловались на то, что пропало 203 миллиона рублей, которые были выделены для их расселения из аварийного жилья. Ну и как-то они все же сказали, что вы же прекрасно понимаете, что весь вот этот вот шум, поднятый вокруг вот этих домов по переселению из ветка аварийного жилья, больше связан как компания, пиар-компания, что это все подкуплено, прокуплено, что все якобы это делается, чтобы наш Алексей Текслер не победил на следующих выборах. 80 семей, среди которых жители аварийных домов и дети-сироты, ждут долгожданного новоселья. И не просто ждут, а живут в невыносимых, нечеловеческих условиях. Страшно, вот представляете, спим и думаем, не дай бог вот это все развалится сейчас на нас. Вот это туалет, и сюда ходят люди. А вон она упала под лестницей, о которой мы говорили. Ох бы туда сейчас мэра Невинномыска. Он бы этим жителям раздал по наклейке и по ленточке, чтобы внуки, правнуки и уже, наверное, праправнуки победителей гордились. В доме завалилась лестница, в доме плесень. 203 миллиона рублей куда-то пропали. Но зато в Лисичанске памятник Ленину стоит. Лестница упала, смотрите. У нас все упало. Колодец? Столетний колодец. Что это такое? Это плесень. Это черная плесень? Да, черная плесень, да. Крыльцо держится вот на этом кирпиче. Кирпич уйдет, все. Вся стена у нас сейчас провалится. Вот смотрите, вот здесь дерево растет. Ее уберешь, она развалится, потому что там труха. Мы все, жители аварийных домов, требуем возбудить уголовное дело, найти виновных, возбудить уголовное дело и наказать. А что виновных-то искать? Это все Байден с Зеленским. Челябинскую область разворовали. Деньги украли, которые были нужны для того, чтобы построить новое жилье. Какие вообще вопросы к местным чиновникам? Не по адресу обращения. Ох, не по адресу. Тем временем по федеральному телевидению Попов Мужской-Беевой начал расхваливать страны НАТО. Великие державы, которые производят оборудование, машины, высокотехнологичные приборы, которые экспортировали это все десятилетиями нам. Технологии, без которых мы до сих пор не можем обходиться. Почему мы все время пытаемся недооценить тех, кто воюет против них? 50 стран против нас. Им не надо ничего переводить на рельсы. Один завод в Пенсильвании производит столько снарядов в месяц, сколько Украине нужно в день. Ну или в полтора. Сколько таких заводов? Денег у них? Сколько хочешь? Они могут на это тратить вечно. Страны НАТО нам десятилетиями отправляли технологии, без которых мы жить просто не можем. Вон в Челябинске какие технологии, без которых местные жители действительно не выживут. Убери сейчас вот эти два высокотехнологичных кирпича и дом рухнет. Ну и на минутку предлагаю переместиться в солнечный российский север. Посмотреть, как там люди живут. Блогер Олесь Петрович снял видео, как люди живут в Зырянке. Это Якутия. Регион, в которой в свое время большое количество россиян ехало на заработки, за романтикой, за хорошей жизнью. Это тот регион, в котором пока в стране был дефицит, полки ломились. Но это опять же, судя по рассказам тех, кто там жил. И вот посмотрите, как там сейчас люди живут с современными технологиями. По прекрасной дороге в Верхнеколымский район нам сказал один водитель, что в Зырянке все плохо. Но мы даже не подозревали, что все настолько плохо. Масштаб бедствия так велик и колоссален, что просто не верится своим глазам. Зырянка полностью тонет в своих собственных испорожнениях. Каждый дом, каждое административное здание, муниципальные учреждения, источая вонь и смрад, заливают улицы коричнево-рыжим льдом. И все это ручьями льется в креку Колыма. Прямо возле их же водозабора. Куда смотрят экологи? Что тут делал этот экологический десант? Кому они отчитывались? И что тут вообще происходит в конце концов? Жители тут же ходят в туалет. Это все ручьями потом бежит в реку, из которой прямо тут же берут воду и поставляют ее жителям в качестве питьевой воды. Вот такой круговорот воды в Зырянке. Надо навести порядок в соседних странах, кричат пропагандисты. Ну а потом уже, наверное, и своей страной заниматься. А с вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok